Звезды на груди, ласты на ногах и маски на лицах. В такой экипировке сегодня провели свои учебно-тренировочные занятия «Северодвинские спасатели». На открытой воде сотрудники экстренной службы проверили свою физическую и психологическую подготовку. Подобно супергероям из фильмов, эти люди выходят из морской пучины. Правда, они отнюдь не мифические, а самые настоящие спасатели. Сегодня на Ягоринском пляже прошли учебно-тренировочные занятия «Северодвинской службы спасения». Задача – проплыть одну морскую милю. Это 1852 метра. Не обошлось на тренировке без внештатной ситуации. Свело мышцу ноги, икру. То есть весьма неприятно, но совместными усилиями с коллегой доплыли до берега. Все замечательно. Бывает, ну, что поделать. Ногу Андрея пришлось растирать прямо на плаву. Кстати, помощь товарищу оказал врач службы спасения Александр Макеев. Отметим, такая тренировка на воде для него проходит впервые. Ну, во-первых, это замечательная тренировка выносливости. Это замечательная отработка и психологической устойчивости. Ну и, конечно, это просто физическая, хорошая физическая нагрузка. Умение каких-то небольших навыков, к примеру, когда вот товарища свело мышцу на ноге, да, банальная возможность оказать минимальную помощь – это тоже полезно. Плыть спасателям пришлось в масках с ластами и в специальных костюмах с жилетом. Кстати, последнего зовут Чапай. Жилет держит на плаву человека весом до 92 килограммов. Сам костюм выполнен из специальной ткани. Он промокает насквозь, затем принимает температуру тела человека. И, соответственно, в нем не замерзаешь. Можно в нем работать около трех часов в этом костюме, свободно. Также спас-жилеты у нас есть, они красного цвета у нас, чтобы можно было видно издалека человека. Спасатели говорят, в таком костюме они плавают даже среди льдин. Тренировка на открытой воде проходит два раза в год. Но готовиться к ней спасатели начинают в бассейне, сдают нормативы в заплывах на 100 и 500 метров. Поэтому, говорят, готовы даже к нештатным ситуациям на тренировках. Дмитрий Ефимов, Александр Сенков, Вестник, Северодвинска.